Всем привет, добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня мы поговорим о том, как правильно искать Левиафана, быстро его находить и эффективно убивать. Ну и вообще быть полезным во всей этой поездке своей команде, а не руинить и не запарывать её. А если ты ни разу не находил Левиафана, то это видео, конечно, для тебя будет очень полезным. Но если ты бывалый и часто его находишь, всё равно посмотри, а мало ли откроешь для себя что-нибудь новенькое. Главное, конечно, смотри внимательно и не перематывай, тогда у тебя точно не останется никаких вопросов. И прежде чем мы начнём, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И оставляй свои комментарии. Погнали! Вокруг темы, как найти Левиафана, ходит очень много всяких разных слухов. И сегодня я расскажу, базируясь на своей практике, как же всё-таки быстро и легко найти Левиафана. Конечно, наверное, некоторым это видео покажется нудным и долгим. Но зато, кто ещё никогда не убивал Левиафана, наконец-то поймёт точно, как это делается и как лучше это сделать. Всё наше путешествие начинается в локации Аванпост Тики в Третьем море. Здесь, посередине локации, есть большое здание, на крыше которого находится NPC-шпион. Здесь есть два развития событий. Сначала поговорим о хорошем развитии событий. Это тогда, когда вы подходите к шпиону и он начинает с вами разговаривать. Теперь вы у него можете купить информацию, в которой он скажет, что Левиафан находится здесь. Чтобы заполучить эту информацию, вам придётся 4 раза отдать по 1500 фрагментов, что в сумме даёт 6000 фрагментов. Конечно, как мы знаем, минимальное количество участников на Леви 5 человек. Поэтому всю эту сумму в 6000 фрагментов вы можете разделить на четверых. Каждый купит по кусочку информации. Один заплатит 1500, второй и так далее. В этом смысле здесь не принципиально, кто покупает информацию. Как только вы купите информацию, у всего сервера, у всех игроков, которые находятся на сервере, появится эта информация. Если, конечно, у них нету КД. КД или кулдаун, то есть перезарядка. Это когда шпион с вами не разговаривает. Единственное, что он вам может сказать, это я пока что ничего не знаю. Это обычно происходит после того, как вы убили Леви. Теперь, чтобы снять кулдаун, вам надо сделать от 10 до 20 морских событий. Точное число никто не может сказать. Ну вот, напали на вас акулы, вы их убили, это значит вы сделали один морской ивент. Потопили вражеские корабли, еще один морской ивент. Вот так это считается. Также у вас может быть кулдаун, если вы ни разу не ходили на Левиафана. Но почему это происходит? Скорее всего, у вас маленький уровень, и вы еще не делали никаких морских ивентов. Так как я перерыл всю информацию и нигде не встретил, чтобы говорилось, какой минимальный уровень доступа для путешествия на Левиафана. Значит, по ходу дела, нам просто нужно сделать некоторые морские события, чтобы шпион с нами заговорил. Откуда я сделал такой вывод? Да все просто. Потому что у меня Зора прокачан до 1600 какого-то уровня, и с ним шпион не разговаривает. А с нами плавал человек тоже 1600 какого-то уровня, и с ним шпион поговорил и дал ему всю информацию. И он смог найти Леви и получить сердце. Правда, не знал, что с ним делать. Так что отсюда я делаю вывод, что уровень не важен. Главное, сколько вы сделали морских ивентов. Так что, когда вы идете на Леви, и вам говорят чекнуть информацию, это значит подойти к шпиону и посмотреть, какое сообщение он вам написал. Если он написал, что Леви уже здесь, и надо его устранить, пока он что-то не разрушил, значит, у вас нет КД, и вы можете смело со своей командой отправляться на его поиски. Но если же шпион с вами не будет разговаривать, то, пожалуйста, не портите команде поиск Левиафана, потому что вы все равно его не сможете найти. Некоторые ребята скажут, я с КД находил Левиафана и все такое. Нет, ребят, это было раньше. Когда 5 человек идут на Левиафана, потом возвращаются, сразу заходит кто-то новенький, и эти же 5 человек, не снимая КД, садятся в лодку и находят опять Левиафана. Это все было раньше. Сейчас так не работает. Если хоть у одного человека в команде КД, все, вы не найдете Левиафана. А если к вам в лодку сел кто-то с КД, и вы вдруг нашли, то, скорее всего, по пути вы встретили Террашарка или выполнили другой какой-нибудь морской ивент, и КД сбросилось. Так что будьте внимательны к этому, не подставляйте свою команду. Почему я уделил так много времени именно КД? Да потому что многие ребята, даже не чекая инфу, садятся в лодку. А погнали, я Левиафана убивал 2 месяца назад. Ребят, да хоть год назад вы убивали Левиафана. Если мы после этого не сделали ни одного морского ивента, КД не снимается. Только морскими ивентами. А потом мы плаваем час, и почему мы не нашли Левиафана? Очень странно. Все, с КД порешали, двигаемся дальше. Чекнули КД, все окей, прыгаем в лодку. Но, конечно же, убедитесь, что вас минимум 5 человек, а то никого вы не найдете. За штурвал садится человек, который играет с компьютера или с телефона, и у него не лагает интернет, чтобы мы не врезались в каждый камень. Без разницы, кто сядет за штурвал. Человек, который купил инфу или вообще в этом не принимал участие. Главное, чтобы у него не было КД. За штурвалом может сидеть любой человек без КД. Все остальные тоже садятся. Сразу включают ауру и включают инстинкт. Чтобы Сиабист с твоей ультой не скинул вас с лодки, ну или молния вам не ударила в голову, и вы также не слетели с лодки. Хотя, если вы не намерены отходить, то можно, в принципе, и не включать. Только в нужный момент включите. Да, кстати, если вы играете за пиратов, не забудьте вступить в союз. Но, конечно же, советую играть за моряков. Так будет проще. Никому не надо вступать в союз, и вы точно никто никого не убьете. Также, ребят, на Бисхантере не садимся за гарпун, и не начинаем из него стрелять. Потому что он иногда начинает лагать, и потом, когда вы захотите взять сердце, он не выстрелит. И поверьте, всем очень будет обидно. Отправляемся в море, все сидят, никто не руинит, никто не бегает по палубе. Ну, только если вам не хватило места, то встаньте где-нибудь и стойте спокойно. Не отвлекаемся ни на какие морские ивенты, кроме террошарка. Только когда на нас напал террошарк, то прыгаем с корабля и быстро его уничтожаем. На все остальное не обращаем внимания, плывем все время прямо в шестую зону, дальше, дальше и дальше. В поисках Левиафана. Раньше, кстати, ходил такой миф, что надо держаться больших камней, которые всплывают из воды, ребят. Это все вранье, нету такого. Просто плывите прямо и все. Да, кстати, ребят, корабль тоже не нужно чинить. Если все сделано правильно, и вы сели без КД, и за рулем человек, у которого не лагает интернет, и он нормально обходит препятствия, то вы спокойно найдете Леви и ни разу не почините корабль. А когда вы находите Левиафана, ваш корабль сам обнуляется, и у него становится максимальное здоровье. Так что чинить корабль не надо. А, ну да, конечно, вам придется чинить корабль, если вы захотите террошарка убивать прямо на корабле, ребят. Когда появляется террошарк, сразу же убиваем двух маленьких акулят, и главную рыбешку отводим как можно дальше от корабля. Как это делается? Отходите от корабля и дальними атаками ее заманивайте к себе. Не надо террошарк убивать на корабле, потому что когда она делает ульту, она ломает корабль. Вот тогда вы будете его чинить. А если все сделать правильно, то по вашему кораблю практически не будет нанесен урон. Левиафан вам может попасться, как только вы заплыли в шестую зону. Но также может попасться вам и на десяти тысячах метров. Так что, ребят, здесь как будет удача. Но если все без КД, в принципе за одно плавание вы точно находите Левиафана. Подведем быстрый итог. Все люди без КД, пять человек или больше, садимся, никто не руинит, тихо, спокойно плывем. Останавливаемся только, если надо, на террошарке. И вот такими темпами, когда все соблюдают правила, мы очень быстро и эффективно находим нашего Левиафана. Кажется сказкой, но именно так все и происходит, когда все знают, что делают. И вы в этом можете убедиться. Заходите на мой приват сервер и мы вместе пойдем на Левиафана. Не знаешь, как это сделать? Ну тогда ты точно не смотрел мое видео, когда мы праздновали 50к подписчиков. Если все сделано правильно, вы в скором времени найдете замороженное измерение. Вот за этими воротами и обитает Левиафан. Вам надо поговорить с Шариком и он откроет вам дорогу к Левиафану. Да, кстати, когда вы поговорили с Шариком и он запустил квест на Леви и вы начали с ним сражаться, то тот, кто не был в вашей команде, уже не сможет к вам присоединиться. Потому что вы будете находиться внутри купола, где обитает Левиафан. Так что, кто не успел, тот опоздал. Левиафан состоит из 4 сегментов, которые вам надо уничтожить, чтобы уничтожить Левиафана. Чтобы добраться до последнего сегмента, который включает в себя голову и кончик хвоста, вы должны сначала уничтожить 3 сегмента его хвоста. И только потом сможете наносить урон по голове и по кончику хвоста. За каждый убитый сегмент вы будете получать от 3 до 5 чешуек Левиафана. Все зависит от вашего урона. Больше урон, больше чешуек. Но если вы нанесете урода меньше чем 20 тысяч каждой конечности каждому сегменту, то у вас есть шанс вообще остаться без чешуек. Так что, если вы слабый игрок по дамагу и вас много отправилось на Левиафана, советую набивать 20-25 тысяч на одном сегменте и потом сразу же переключаться на другой сегмент. И там тоже набивать 20-25 тысяч. Ну и на третий сегмент 20-25 тысяч. А потом вы уже встретитесь с головой и с кончиком хвоста Левиафана. И там тоже попробуйте набить больше 20 тысяч урона. Кстати, информация о 20 тысячах взята с официального сайта Вики по Блокс Фруц. Так что, если это не так, вы знаете в кого кидать камни. Насчет аксессуара корона Левиафана. Говорят, что с ней вам выпадает больше чешуек Левиафана. Но, сколько я ходил на Левиафана, ничего такого не заметил. Поэтому я лучше буду использовать щит Левиафана. Он меня хоть защищает. Итак, Леви повержен. И теперь у нас появилось его замороженное сердце. Это сердце появляется всего где-то на минуту. За эту минуту вам надо успеть вонзить в него гарпун с Бисхантера, чтобы привести его в локацию Тики. Как же это эффективно сделать? Один человек встает на сердце, чтобы не потерять это сердце. Остальные ищут корабль, ребят. Не надо всей толпой стоять на сердце и кричать, мы на сердце. Один человек бегает и ищет корабль и не может его найти. Проходит минута, сердце исчезает и все расстроены. И не знают кого винить. Или того, кто не нашел корабль, или тех, кто стоял на сердце. Вот так вот. Также, ребят, очень важно. Если у вас тормозит интернет, или вы никогда не брали в руки гарпун и не стреляли по сердцу, лучше этого не делайте. Отдайте эту роль человеку, который уже это делал, или у него не тормозит интернет. Тогда попасть в сердце у вас намного больше шансов. И увезти его, соответственно, домой. Домой. Попали в сердце? Все окей. Отправляемся домой. Вам выпадает новое задание, что надо доставить это сердце домой. Включаем компас и плывем в локацию Тики. Ребят, если вы не на приватном сервере, то это вообще страшное дело. Потому что по пути, если вас убьют, хоть вы и потом каким-то чудом успели догнать корабль и приплыть вместе с ним на остров Тики, и у вас вроде бы опять появился квест, вы все равно не получите сердца. Вот такая вот печаль жизни. Так что лучше делать это все на приватном сервере, где нет баунти хантеров. А то будет очень обидно не получить сердца. И вообще советую привязать точку сразу к острову Тики. Если вы, допустим, свалились с корабля, и кто-то не захотел вас ждать, но вы не умерли, то вы просто телепортируетесь на остров Тики и ждете, пока приплывет корабль с сердцем. Вам дадут квест заново, и вы получите сердце, потому что вы не умерли. Также ребята, которые умерли, убивая Левиафана, даже если придут в локацию Тики, когда вы привозите сердце, не получат этого сердца. В общем, нельзя умирать, чтобы получить сердце. Все очень просто. Ну что же, думаю, это видео было полезно для многих людей. Поэтому теперь вы уже знаете, как себя вести в команде, и как быстро, легко находить Левиафана и доставлять сердце в локацию Тики. Если это так, конечно же, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а с вами был ваш счастливый кролик. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...